Аниме Жанр очень популярный Это признают даже те, кто его на дух не переносит А что популярно, то востребовано И чтобы удовлетворить спрос Постоянно выходят новые аниме-сериалы, манго и конечно же игры В этом видео мы собрали самые новые и интересные игры в аниме-стилистике Cyber Dimension Neptunia 4 Очередная игра из серии, предлагающая игрокам взять под свое управление 12 различных персонажей Каждый из которых обладает индивидуальными навыками и особенностями Игроков ждут хороший экшен, огромное количество предметов для кастомизации Уникальные умения и возможность играть как в соло, так и в кооперативе Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер Это еще один файтинг вселенной Наруто В этой игре упор сделан на открытый мир Поединки 4 на 4 Возможность создавать собственного ниндзя А важную роль в управлении и контроле персонажа играет паркур В игре сильно переработана графика В отличии от прошлых игр серии А бои, как всегда, зрелищны и неповторимы ИС-8 Как и в остальных играх серии, тут вы играете в роли молодого искателя приключений Который путешествует по миру эпохи великих географических открытий Но с добавлением легенд и мифов Перед нами экшен-рпг с упором на исследование Бои представлены простеньким по механике слэшером Помимо серии обычных ударов и уклонений Главный герой с друзьями может принимать уникальные для каждого сопартийца приемы Навыки получаются постепенно с повышением уровня А уже имеющиеся навыки прокачиваются по мере использования В целом, игра оставляет приятное впечатление Если вам нравятся приключенческие игры, то попробуйте Арагами Будучи очень слабым в бою, дух вынужден отвлекать противников Прокрадываться им за спину и тихо убивать Разнообразит игровой процесс полтора десятка способностей Которые можно купить за счет разбросанных по уровням свитков Также в приключения можно отправиться вдвоем с другом Арагами поддерживает кооператив по сети Байонета Игра, вышедшая на консолях еще в 2010 году, добралась до персональных компьютеров только в апреле 2017 Но ожидание того стоило, это настоящий боевик мясорубка В игре много динамического действия, а героиня способна экипировать оружие на обе руки и даже ноги Боевая система строится не только на исполнении комбо, но и на уникальных атаках для каждого вида противников Руби, Grim Eclipse Игра порадует всех ценителей аниме-стилистики и качественного хак-н-слэш-геймплея Хоть и не выглядит как масштабный проект Боевая система динамичная, увлекательная и насчитывает множество комбо Которые позволяют пачками вырезать разномастных противников, пробиваясь по сюжетной линии к главному злодею Помимо кампании, есть также режим с ареной На который придется отбиваться от нападения растущих по силе волн врагов и защищать объекты В игре есть совместный режим, в котором можно играть до 4 игроков Каждый из них выбирает уникального персонажа, имеющего ряд уникальных способностей Tokyo Xonada X Ролевой экшен-рпг с видом от третьего лица Игра в каком-то роде пытается подражать серии персона И акцентирует внимание на социальную сторону Но только в очень упрощенном формате И с возможностью прокачивать социальные навыки персонажа Сюжет простой, но сценаристы выжимают из него все что можно Первые несколько глав работают на то, чтобы представить персонажей и плавно вести их в историю Настоящая игра начинается после перехода в сюжетные сегменты Ведь по своей сути игра является экшен-рпг с достаточно большим упором именно на бои Которые на полную раскрываются в данжах Митсуроги Камуи Хикае Это экшен с видом от третьего лица с примесью слэшера Уровней в игре мало и все они похожи друг на друга Это большая круглая арена, на которой главная героиня сражается с волнами монстров И после пяти таких волн появляется босс Но с другой стороны, это самый настоящий слэшер, который ничуть не разочарует любителей жанра Тейлс оф Берсерия Ролевой экшен с видом от третьего лица Сюжет рассказывает про вымышленное государство, в котором живут люди и фантастические существа В империи бушует страшная эпидемия, превращающая всех людей в жутких демонов Игра имеет большой мир, проработанных персонажей и развитую боевую систему В бою можно применить холодное оружие, магические заклинания и силы стихий Проект придется по вкусу всем любителям японских ролевых игр с антиутопическим сюжетом Яндере симулятор Это отличный симулятор, даже не столько повседневной жизни школьницы Яндере Сколько множество анимешних стереотипов Над которыми автор игры с каждым апдейтом смеется все лучше и ироничнее Яндера симулятор просто отменный и крайне юморной Как игра, это достаточно неплохой и в некоторых местах даже креативный симулятор Влюбленной японской школьницы Которой по многим причинам срочно нужно избавиться от всех потенциальных конкуренток На лучшего парня в школе Пособов избавления от конкуренток очень много От пыток до убийства и расчленения При этом нельзя допустить, чтобы этот процесс кто-либо увидел Такой нюанс и превращает эту игру в стелс-экшен Сенран Кагура Это шутер от третьего лица, в котором игроки берут на себя роли молодых девушек Участвующих в чемпионате по обливанию водой из водяных пистолетов Каждое вооружение имеет свою мощь и способность Некоторые выдают такой напор воды, что способно сбить соперницу в бассейн Как и в предыдущих частях серии, акцентом, если не главным компонентом игры Являются практически полностью обнаженные героини Гравити Раш 2 Это истинно японская анимешная история про королеву гравитации Кэт И ее приключения в большом открытом мире В котором помимо основного сюжета Просто мириады дополнительных и необязательных активностей Механика взаимодействия с гравитацией никак не изменилась Зачем менять то, что и так исправно работает? Изменилась оболочка Теперь вокруг игрока открытый мир В котором на каждом шагу сайт-квесты и секреты Большим минусом является только то, что оценить игру смогут только владельцы PS4 По крайней мере пока что Ния Утомата Конечно же, если вас заинтересовало наше видео То вы уже и так знаете, что такое Ния Утомата Но не добавить ее в этот список нельзя Так как это один из самых ярких представителей японских игр на сегодня Геймплейно Утомата представляет собой слэшер с ролевыми элементами Героиня обладает внушительным арсеналом разнообразного оружия Между которыми можно переключаться по ходу битвы А также дронами-помощниками Каждый из которых наделен своими особыми способностями По ходу дела игроки следуют мир Открывают новые области Улучшают оружие и дронов На этом у нас все Если вы знаете аниме игры, которые не вошли в это видео То напишите про них в комментариях И если это видео соберет более 5000 просмотров Мы сделаем вторую часть из ваших игр А для вас вещал канал Image Game Поздравляем вас с наступившим 2019 годом Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok